Всем привет, друзья! Это озвучка 216 главы манги One Punch Man. Прошу прощения за то, что выкладываю видео так редко. Дело в том, что у меня очень много проблем, которые мне нужно решить. Но я очень стараюсь и делаю всё, чтобы не забросить свой канал. Хоть сейчас и поздно, но всё же я решил закинуть это видео, так как уже несколько дней прошло с тех пор, как я закинул обзор на эту главу. Я постараюсь выложить обзор следующей 217 главы уже завтра, а озвучку послезавтра. Друзья, сейчас мне необходима ваша поддержка как никогда. Если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании и в закреплённом комментарии. Также вы можете поддержать меня, поставив лайк этому видео и подписавшись на мой канал. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами, как всегда, аниманга, и мы начинаем! Ван Панчман 216 глава Парень, на которого я меньше всего хотел бы нарваться. Он живёт в 104-й квартире? Да? Ладно. Он переехал сюда и даже не пришёл поздороваться с нами? Ну, сейчас глянем, что это за придурок такой. Не отвечает. Может, его нет дома? Не может быть. Я слышал оттуда звуки. Притворяется, что его нет? Слухи не врали. Чувак нарывается на проблемы. Как его старшие? Мы должны показать, кто тут босс. Эй, ты! Вылезай оттуда! Хорай прятаться! Новичок! А? Идёт? Выпьем из него всё дерьмо. Вот и он. Хе. Ага. Ммм. Чем могу помочь? Мы из квартир 101 и 103. Ты сюда заселился три дня назад, да? И ни разу не зашёл. Так что мы сделали это сами. Выйдем, поговорим. Хм. О, соседи. Я тоже пришёл навестить парня, живущего здесь. Ага. Чего? Но его, походу, нет. Блин. Ага. Интересно, где он? Город Зет. О, это здесь. Хорошо, что мы нацепили на него маячок. Зачем он убежал из больницы в опасную зону? Он роется в обломках? Хе-хе-хе. Что этот парень тут делает? Ассоциации монстров давно распалось. Чё он тут потерял? Свинобоксома! Вам надо отдыхать! Вы не можете вот так сбегать! Пожалуйста, вернитесь в больницу! Ага. Мне нужно кое-что сделать. Он убегает! Эй, стой! Не иди сюда! Стойте, свинобоксома! Подождите! Для парня, получившего такую дозу радиации, он что-то слишком быстрый. Почему все в С-классе такие самовлюбленные? Вы позвали меня на такой случай? Я позабочусь о захвате свинобока. Будьте спокойны. Пять минут, и я загарпуню эту раненую свинью. Герой А-класса 35-го ранга. Воздух. Не надо никого гарпунить. Он все еще одна из колонн, поддерживающих Геройскую Ассоциацию. Верните его невредимым. Я слышал, что всех этих колонн Ассоциации одолел охотник на героев. Они возгордились и пренебрегли тренировками. С-класс столь низко пал. Если ты мне сейчас проиграешь, значит ты никогда и не был особо важен. Ну, что скажешь, свинобок? Будешь хорошим мальчиком и вернешься в лабораторию? Или сразишься со мной за свободу? Ну, почему каждый раз вот так? Надо бы найти другую работу. А, тут что-то есть? Монстр? Я не упущу даже мелкую сошку. Сначала разберусь с тобой. А, злая природная вода? Она жива? Свинобоксома! Стойте! Вы проглотили это? Вы в порядке? Вы плюньте! Я подумал, что она могла остаться здесь. Вот и пришел проверить. Это мой долг. Все нормально. Я уже переварил. Хорошо, давайте вернемся в больницу. Вертолет меня не поднимет. Пожалуй, я зайду в раменную. К тому же, этому парню помощь всяко нужнее. Отвезите его в больницу. Кстати, могут быть еще выжившие из ассоциации монстров. Проверьте территорию. А? Выжившие? Дерьмо! Черт! С таким запасом клеток мне не победить даже ребенка. Пора бы сменить место. Но я не знаю, куда мне деться. Никогда бы не подумал, что ассоциации монстров развалятся. Ну ладно, сейчас мне нужен белок. Мне надо бы накопить пару запасных жизней. В такой форме меня щенок завалит. Может, жуков похавать? О! Нашел! Великолепно, учитель! Это он! Чувак, который справился с Гару одним ударом! Сейчас! Он тот, на кого я меньше всего хотел бы нарваться! Учитель! А? Какая большая собака! Бродяга? Он тоже живой? Хоть он и уменьшился, но ему очень повезло. Да, он выжил. Но ему придется биться с сильнейшим врагом. Земля тебе пухом, братан. Но зато пока они отвлекутся на тебя, я смотаю удочки. А? Он его не убил. А, какой милый песик. Он принял его за обычную собаку. Любит животных? Не терпит насилия над зверушками? Теперь, когда я думаю об этом, он реально похож на пацифиста. Я думал, мне придется начать с нуля. Но это мой шанс. Учитель, вы любите собак? В последнее время собака ведь лучший друг человека. Не так ли? Ну да. А он действительно милый. Но вот затраты на еду... Учитель, мне нужно отлучиться по делам в штаб-квартире. Ага, ну ладно. Если охота на выживших монстров уже началась, нет места безопаснее, чем у этого безумно сильного парня. Стоит рискнуть. Что ж, погнали! Стоит рискнуть. Стоит рискнуть. Субтитры создавал DimaTorzok